Здравствуйте, уважаемые ребята! Начинаем очередной урок музыкальной культуры. Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством композитора Надыма Нархаджаева. Заслуженный деятель культуры Узбекистана, профессор государственной консерватории Узбекистана, композитор Надым Нархаджаев завоевал уважение людей своими пленительными музыкальными произведениями, особенно эстрадными и детскими песнями. Надым Нархаджаев родился 24 декабря 1947 года в городе Ташкенте. Родители Надыма, понимая, что их сын интересуется музыкой, перевели его из 5 класса общеобразовательной школы в специальную музыкальную школу имени Рейнгольда Глиера, где он начал учиться играть на тамбуре. В 1963 году ввиду интереса к теории музыки и композиции он был переведен в музыкальное училище имени Хамзы, узнал секреты музыки от известного композитора Румиля Вильданова. В 1967 году поступил в Ташкентскую государственную консерваторию на композиторский факультет и окончил ее с отличием. Надым Нархаджаев в настоящее время работает на кафедре эстрадного инструментального исполнительства Государственной консерватории Узбекистана. Среди его сочинений для фортепиано три пьесы, две сонаты, две вариации, сонатина, пьесы для скрипки, фортепиано, струнный квартет для симфонического оркестра, концертина, четырехчастная симфоническая сюита, одночасная симфония. В творчестве Надыма Нархаджаева песни занимают особое место. Вместе с поэтами-современниками он создал песни для детей разных возрастов. Молодой композитор написал свою первую детскую эстрадную песню «Хаккеляр», которую впервые исполнил детский вокально-инструментальный ансамбль «Пахтаой». Она стала очень популярной. Детские песни, написанные композитором, в исполнении Бульбульче звучат очень красиво. Мы сейчас с вами послушаем одну из них. Она называется «Чамандагигулярмас». «Хаккелярмас» Очень красивая песня, не правда ли? Ее исполнил сейчас хоровой коллектив «Бульбульче». Не только одним голосом, но и в три голоса. Среди песен композитора есть такие песни, как «Шафтолиги саволям», «Гультирды гулляр», «Салам бойчичек», «Порляр кемаляк», «Яхшиболя», «Невараляр кушига» и очень много других. В этих песнях поется о дружбе, о родине, и они отличаются своим ритмом и колоритом. Для закрепления темы я вам подготовила следующие вопросы. Слушаем вопрос и внимательно отвечайте на него, пожалуйста. С каким композитором мы сегодня познакомились? А. Щерматом Ярматовым? Б. Муталем Бурхановым? В. Надымом Нархаджаевым? Молодцы! Конечно же, Надымом Нархаджаевым. Следующий вопрос. В каком году родился Надым Нархаджаев? А. В 1947 году? Б. В 1939 году? В. В 1916 году? Подумайте, ребята. Правильно! В 1947 году родился Надым Нархаджаев в городе Ташкенте. Третий вопрос. Какую из этих песен вы слушали сегодня на уроке? А. Шафтуали Гесаволем? Б. Хаккеляр? В. Чамандэ Гегулярмас? Молодцы, ребята! Чамандэ Гегулярмас. Если вы ответили правильно, то вы самые музыкальные дети. А сейчас переходим ко второй части нашего урока. Сегодня мы с вами разучим новую песню под названием «Хаккеляр» Надыма Нархаджаева. Она состоит из двух куплетов. Но перед этим мы с вами должны распеться. Пожалуйста, поем семь звуков. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. А теперь удвоим нотки. До, до, ре, ре, ми, ми, фа, фа, соль, соль, ля, ля, си, си, до, до. Молодцы, ребята, веселее. До, до, си, си, ля, ля, соль, соль, фа, фа, ми, ми, ре, ре, до, до. Слова этой песни даны у вас в учебнике на 52-й странице. Обратите внимание, эта песня состоит из двух куплетов. Здесь нету припева. Послушайте, пожалуйста, основную мелодию этой песни. Я вам буду играть, а вы будете повторять за мной. Пожалуйста. Здесь необычный ритмический рисунок. Обратите, пожалуйста, внимание. А теперь вы вместе со мной, пожалуйста. Второй раз поем, чуть тише первого раза. Повторяем. Вместе со мной на пиано поем. Оля, канат, хай, келяр, шох, тан, шох, ка, кунасыс. Следующая фраза. Чигыр-чиг лапны маныдыр, из лап топкян булясыс. Поем вместе. Второй раз поем на пиано. Пожалуйста, дети, внимательно. Следующая часть песни. Здесь, пожалуйста, пойте внимательно. Высокие нотки. Вместе со мной, пожалуйста, ребята. Дальше. Мелодия идет наверх. С первого раза, пожалуйста. Камэш-зор-э-ляр-ичи-да-ан, ун-гя-карап-ко-ля-ман. А второй раз поем мелодию вниз. Обратите внимание. И споем второй раз ее на пиано, то есть тихо. Камэш-зор-э-ляр-ичи-да-ан, ун-гя-карап-ко-ля-ман. Вот такая очень интересная, красивая мелодия в этой песне. Вам она понравилась? Молодцы, ребята! А теперь познакомимся с ритмическим рисунком этой песни. Мы с вами проходили средства музыкальной выразительности. Ритм – это самое главное в музыке. Вы это помните? Пожалуйста. Хлопаем после меня. Пожалуйста, вместе. Дальше. Вместе. Эта фраза повторяется два раза, потому что там есть реприза. Обратите внимание. Со слов «чигыр-чиг-лап» слушаем ритм. И эта фраза повторяется два раза. Идем дальше. Слова «тыра-кля-рни-учи-да-ан». Вместе повторяем. Пожалуйста, слушаем ритм. И эта фраза еще раз повторяется. Вот такой интересный, синкопированный ритм в этой песне, ребята. А теперь попробуем вместе со мной. Первый куплет споем, пожалуйста. Слова «Чигыр-чиг-лап» Слова «тыра-кля-рни-учи-да-ан». Пожалуйста. Слова «тыра-кля-рни-учи-да-ан». Слова «тыра-кля-рни-учи-да-ан». Вот это был первый куплет этой песни. А теперь, ребята, споем вместе с вами два куплета. Попробуем спеть без остановки. Пожалуйста. Чыгыр-чыглап ныманы дыр, из лап топкан буласыз. Тиракларнин учыдан, сызгэ бокар полепон. Тиракларнин учыдан, сызгэ бокар полепон. Камы-чызорлар ичыдан, уныгэ карап колэман. 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 Вот на этом завершается наша песня. Вам понравилась эта песня? По характеру она очень веселая, подвижная, потому что она про сороку, которая движется из одной ветки в другую. Дорогие ребята, запишите, пожалуйста, задание для самостоятельного выполнения. Первое. Написать название песен Надыма Нархаджаева. Они даны у вас в учебнике на 51-й странице. Второе. Выучить песню Хаккеляр. Она дана у вас на 52-й странице. Выучите эту песню и с удовольствием пойте ее в кругу семьи. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч, будьте здоровы!